О коррупции и терроризме с рабочим визитом в окружную столицу прибыл полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Трое спасателей и бригада медиков, в акватории Баренцева моря прошла успешная спецоперация. Сумма с шестью нолями доверчивые жители округа продолжают отдавать свои деньги аферистам. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. В окружную столицу прибыл полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Он провел на Ринмаре два совещания, посвященных антитеррористической защищенности и противодействию коррупции. Глава региона Игорь Кошин представил доклады о принятых в округе дополнительных мерах по противодействию этим явлениям. Итоги рабочей поездки подвели на пресс-конференции с журналистами региональных СМИ. В свете международной обстановки первый вопрос журналистов коснулся мер антитеррористической направленности. Отголоски военного конфликта России с запрещенной в нашей стране террористической организацией исламское государство могут проявиться где угодно, отметил Владимир Булавин. Поэтому сегодня региону необходимо уделять повышенное внимание антитеррористической защищенности. Явление терроризма для России, и особенно новой России, не новое. В России создана государственная система противодействия терроризму. Создан национальный антитеррористический комитет, который задает направленность и темп антитеррористическим действиям. Создан федеральный оперативный штаб на местах, в том числе и в Ненецком автономном округе. Кроме того, с 2006 года в регионе работает антитеррористическая комиссия. В центре внимания различные вопросы по обеспечению безопасности жителей Ненецкого округа во время массовых мероприятий, антитеррористическая защищенность предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечение пожарной безопасности на территории региона. В октябре текущего года в округе взамен существующему межведомственному совету была создана и антикоррупционная комиссия. Ее состав был расширен, в нее вошли и представители гражданских институтов, в том числе и уполномоченные по правам предпринимателей. Комиссия собирается три раза в месяц под председательством главы региона. Владимир Булавин дал положительную оценку работе координационных органов и поручил усилить меры по предотвращению коррупции, в том числе способствовать скорейшему раскрытию существующих коррупционных дел. Сегодня в регионе их более 30. Основной упор в работе комиссии, по мнению Полпреда, нужно сделать на предотвращение хищений бюджетных средств. Государство стало для бизнеса, с одной стороны, самым крупным партнером, а с другой стороны, партнером надежным, платежеспособным, партнером, который вовремя оплачивает услуги, товары. И основная масса коррупционных проявлений у нас возникает как раз на стыке государства и бизнеса. И по большому счету задача стоит в том, чтобы заслон хищением бюджетных средств нужно поставить до того момента, как деньги из государственной казны и кочуют в частный карман. С такой постановкой проблемы согласен и глава региона. По мнению Игоря Кошина, главная задача сегодня – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждый рубль дошел до конечного результата. И в регионе не появлялись незаконченные объекты с недобросовестными поставщиками. Для этого в регионе будут внедряться новые механизмы контроля. У нас появляется возможность создать с помощью правоохранительных органов отдельные группы, которые будут просто вести крупные контракты от начала до, собственно говоря, непосредственно его уже сдачи. То есть крупные контракты бюджетные, и те, которые и органы государственной власти разыгрывают и проводят, и те, которые непосредственно проводят наши муниципалы. Контроль со стороны правоохранителей, контроль со стороны общественности – это две главные составляющие борьбы с коррупцией, подытожил глава региона Игорь Кошин. МЧС России призывает регионы проверить объекты здравоохранения на предмет пожарной безопасности. Поводом стала трагедия в Воронеже при пожаре в психоневрологическом интернате. Там погибли 23 человека. Поручение министерства уже взяли на контроль в Главном управлении МЧС по Неницкому округу. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства Андрей Брылев на расширенной планерке при губернаторе округа. По поручению Министерства МЧС России отчитаться о выполнении поставленной задачи регионам необходимо до 25 декабря. В кратчайшие сроки направить в Главное управление информацию о состоянии объектов здравоохранения, соцзащиты, особенно где круглосуточное пребывание людей присутствует, для того, чтобы мы спланировали тактико-специальные учения до новогодних праздников. Кроме того, специалисты МЧС проведут занятия, в ходе которых отработают порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. По словам Андрея Брылева, особое внимание необходимо обратить на порядок эвакуации нетранспортабельных больных. Также по поручению Министерства учреждения здравоохранения в обязательном порядке должны составить график контрольных посещений руководителями объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием в период новогодних праздников. В работу по выполнению задач уже включилась Неницкая окружная больница. Вчера издан приказ о проведении внеплановой проверки пожарной безопасности, совместно с МЧС отработаем тактические учения. Глава региона Игорь Кошин поручил расширить список объектов, попадающих под контроль. Департаменту образования совместно с главным управлением МЧС поручено отработать все те же действия в интернатах, общежитиях и прочих объектах с круглосуточным пребыванием детей. Это же поручение касается руководителей всех объектов здравоохранения и образования в сельских населенных пунктах округа. Спецоперация в акватории Баренцево-Море с участием окружных спасателей. Там с рыболовецкого судна по воздуху был эвакуирован мужчина, у которого по предварительным данным случился инсульт. Пострадавшему требовалась срочная помощь. На место ЧП из Наринмара по команде был отправлен вертолет Ми-8. На борту находились трое спасателей и бригада медиков. Работать с сотрудником МПСС пришлось в тяжелейших условиях. Сильный шторм и практически нулевая видимость. Впрочем, все прошло успешно. Мужчину эвакуировали и доставили в окружную больницу. Мы уже работали с нашим авиаотрядом. У нас есть, понимаем, с полузгляда, с полуслова. То есть отлично вообще. Просто мне нравится, как мы работаем с ними. И вот было настолько все четко отработано, чтобы всяких запенок. То есть понимали, что они от нас требуют, что мы от них требуем. Добавлю, рыболовецкое судно принадлежит одной из мурманских компаний. По словам членов экипажа, еще бы несколько часов и их коллега мог умереть. Технология обмана. В Наринмаре снова активизировались мошенники, которые очень любят звонить по телефону. Злоумышленники выбирают номер наугад и представляются абоненту родственникам. Затем сообщают, что они якобы совершили преступление с человеческими жертвами. Хотите выручить? Платите деньги. Какие суммы удалось заработать телефонным аферистам, подсчитал Олег Хатанзейский. Только за последний год на счета аферистов жители региона перевели больше миллиона рублей. На удочку мошенников попадаются не только доверчивые одинокие пенсионеры, но и люди куда моложе и, казалось бы, образованнее. Все дело в ловких приемах, говорят психологи. Мам, привет, это я. Привет, Никита. Слушай, у меня очень мало времени. Я попал в ДТП и, кажется, сбил человека насмерть. Мне нужно 50 тысяч рублей, чтобы меня не посадили. У тебя есть эти деньги? Ты можешь мне перевезти? Конечно, конечно. Видимо, все есть. Я тебе сейчас телефон продиктую. Ты, пожалуйста, туда скинь 50 тысяч. Я сам цел. Времени некогда разговаривать. Диктуй номер. Ну вот, в принципе, потребовалось полминуты, чтобы незнакомый человек перевел на мой счет 50 тысяч рублей. Точно по такой же схеме была обманута вот эта жительница Нарейнмара. По телефону ей позвонил неизвестный человек и представился с сыном. Он сказал, что якобы убил человека. И если срочно заплатить деньги, то об этом никто не узнает. Я очень сильно расстроилась. Мне было очень плохо. Но он потом меня стал убеждать. И сказал, что это можно избежать. Я поверила ему. И он сказал, что если вы забудете 50 тысяч рублей на телефон, то все будет хорошо. Я была в шоке. Я была очень расстроена. И сходила и положила деньги. Таких историй, когда обычный телефонный звонок ведет к разорению десятки по всему округу. С мошенниками полицейские борются постоянно, но кажется, что их число только увеличивается. А сами аферисты становятся все более дерзкими. Вышел чек, что у вас снято все деньги с карточки. А сколько денег уже сняли? 23 тысячи. Он говорит, переведите 10 тысяч по частям. И номер такой длинный дал. А вот с молодым поколением разговоров по мобильному телефону мошенники стараются избегать. Все чаще прибегая к смс-сообщениям. Николай Шапов, например, сразу понял, что его пытаются обмануть. С карточки мужчины аферисты хотели совершить покупки в интернете. Свои персональные данные Николай засветил во всемирной паутине. Сначала проверили, есть ли деньги на телефоне. Заблокировали, разблокировали. А потом уже три раза пытались снять деньги. Приходила смс с подтверждением пароля, чтобы оплатить какую-то покупку на неизвестном мне сайте. Пытались сначала снять в долларах, потом пытались снять в золотах. Видимо, пытались на разных сайтах. Если человек перечислил деньги на счет мошенников, а именно через мобильный банк или терминал, то вернуть их обратно, как правило, практически невозможно. Средства моментально перекидываются на разные счета, затем обналичиваются. При этом в большинстве случаев все операции проводятся за границей. Что касается банковских карт, самое главное, что мы попытаемся до клиентов донести и всем это пытаемся разъяснить, необходимо четко понимать, что никакие данные карты, ни номер, ни пин-код, ни данные с лицевой и обратной стороны карты ни в коем случае не должны передаваться никому. Необходимо, чтобы все операции, будь то кафе, ресторан, особенно отельные, какие-то комплексы за рубежом, все операции проводились при вас. Недопустимо, когда операции осуществляются где-то там, вне поля зрения клиента. Конечно, самый простой способ избежать мошенников, в том числе и телефонных, быть предельно бдительным, не отвечать на незнакомые номера и смс-сообщения. Но сколько бы ни предупреждали, народ продолжает верить аферистам и идти на их уловки. Олег Катанзийский, Роман Делимарский, Леонид Шишелов. Телеканал Север. Килограмм сладостей, книги и раскраски. Дети Нинецкого округа получат подарки от Деда Мороза. Какие сюрпризы в этом году он подготовил? От обыкновенной лучины до современных технологий. В школах региона сегодня впервые прошел урок света. Цель – привлечение внимания школьников к важности света и световых технологий для качества жизни. Ребятам рассказали, с чего все начиналось. Опыты проводили прямо в классе. Помимо прочего, восьмиклассники узнали, какие виды ламп самые экономичные в плане потребления энергии. В первой школе свой доклад аудитории представила группа юношей, которые уже несколько месяцев изучают световые технологии. Нам хотелось бы довести до людей ту историю, ту информацию, которую мы узнали, и передать, потому что они передат другим людям. Экономили свет, рассчитывали, как сходуется свет, знали о том, как производится свет, что имеется у нас там в лампочке или что-то другое. Подобные уроки сегодня прошли во всех школах России. Эта идея пришла после того, как Генассамблея ООН объявила 2015-й Международным годом света и световых технологий. Килограмм сладостей, игрушки, книги и раскраски в этом году получат более 11 тысяч детей региона от окружного Деда Мороза. На приобретение традиционных новогодних сюрпризов для детей до 14 лет из региональной казны было потрачено порядка 12 миллионов рублей. Контракт на поставку новогодних подарков для окружной детворы заключен с компаниями «Мастерская подарков» и торговый дом «Комос» из Екатеринбурга. В этом году, в отличие от прошлых лет, сюрпризы не разделены по группам. Все дети от рождения до 14 лет получат одинаковые наборы. В музыкальную шкатулку, которая при открытии воспроизводит фрагмент из балета Петра Чайковского «Танец феи Драже», упакован сладкий сюрприз. Это килограмм различных сладостей. Также в набор входит книжка-раскраска с изображением новогодних персонажей, животных нашего края. В ней также детвора найдет загадки про наш округ. Кстати, изготовлена эта книжка по индивидуальному макету. В дополнение идет фетровая игрушка, символ наступающего года. Вот у нас сейчас поступила первая партия подарочков. Вообще, контрактами предусмотрено 11 990 подарков. Значит, для детишек с ограниченными возможностями здоровья, потом для детей-отличников и для детишек неорганизованных, и подарки для детей, которые посещают у нас школу и детские садики. Большую часть сюрпризов раздадут детям на новогодних елках, в школах и детских садах. Дополнительные подарки получат отличники. Для них подготовлены наборы развивающих игр. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, окружной Дед Мороз подготовил подушку с символом будущего года и развивающий 3D-конструктор. Сейчас подарки доставляются по муниципалитетам. Во второй половине декабря они будут распределены по образовательным учреждениям, а также начнется выдача сюрпризов от зимнего волшебника детям, которые не посещают детские сады или школы. Телеканал «Север» начал работу над новым проектом. Авторы обещают, будет интересно. Главный герой – легендарный сын ненецкого народа Илья Константинович Тыковылка. В рамках уже объявленного года российского кино в 2016 году телеканал «Север» начинает работу над небывалым проектом в истории Ненецкого автономного округа с рабочим названием «Солнечный снег». Поводом для начала работы над проектом послужил единственный пока в истории НАО случай съемки на территории нашего округа полнометражного фильма о легендарном сыне ненецкого народа Илье Константиновиче Тыковылке – «Великий самоед». Режиссер фирмы Аркадий Кордон вспоминает, как после всех сложнейших организационных работ съемочная группа на специальном судне выдвинулась на север к новой земле. География съемок на севере была обширна. Снимали на острове Вайгач, в Амдерме, на побережье Баренцево-Икарского морей. И наряду с профессиональными актерами в эпизодах и массовых сценах принимали участие и жители Наринмара, в том числе и дети, учащиеся в школы-интернат. Ненецкие дети, они, в них есть вот то, что даже в наших русских детях не было, раскрепощенность в этом плане. Вот они, им предлагаешь сыграть в эту игру, да, а они воспринимают ее как продолжение жизни, да. Фильм вышел в прокат в 1981 году и был удостоен целого ряда кинематографических наград, советских и международных фестивалей и конкурсов. Картина получилась классической и по-настоящему народной. И свидетельством тому ее известность среди огромного количества людей. Заведи разговор о великом самоеде где-нибудь в Наринмаре или в округе, сразу найдется тот, кто скажет, что вот кто-то из родных участвовал в этой эпопее. Они помнят. Помнят об этом и режиссер Аркадий Кордон, который вспоминает о северянах и севере с большим теплом и благодарностью. Я говорю, что я снимал на Каламе, тоже на Чукотке, да. Я был на Аляске, там тоже снимал, это уже американский фильм. Но такого впечатления, как от новой земли, такой красоты, вот этого мистики этой природы я нигде не испытывал. Это вообще самое потрясающее, самое красивое место, где я когда-либо бывал в своей жизни. А мы, начиная проект «Солнечный снег» о том, как создавался знаменитый фильм, уверены, что зрители телеканала «Север» ждет интересное путешествие в мир великого самоеда, забавные и драматические подробности съемок фильма о нем. И уже есть договоренности с актерами и участниками фильма, которые поделятся с вами воспоминаниями о незабываемых днях, когда они участвовали в создании кинокартины, поистине эпического произведения на все времена. Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды.